Дети с особенностями развития в одном классе с обычными детьми. В этом суть инклюзивного образования. Так, например, дочь Екатерины Даниловой незрячая, но при этом ходит в обычную сыктывкарскую школу. Екатерина признаётся, когда дочь пошла в первый класс, было нелегко. Но сейчас она уже заканчивает девятый. И за это время она прекрасно влилась в коллектив. А её сверстники теперь с пониманием относятся к людям с инвалидностью. «У меня дочка незрячая, Татьяна, учится в 18-й школе. На самом деле очень хорошо у нас сейчас идёт процесс обучения. Ребёнок полностью инклюзирован, так можно сказать. Учится. Педагоги все... Да, поначалу, конечно, были какие-то небольшие проблемы, но школа, если честно, очень открыто подошла к этому вопросу и сделала всё возможное. И на тот момент, когда она пришла в первый класс, это же было вообще что-то с чем-то. То есть и дети были не готовы, и родители того класса, куда мы пошли. В общем, все были не готовы, но на самом деле было сделано всё, чтобы этот процесс прошёл, в общем-то, успешно. И сейчас имеем полностью инклюзивного ребёнка». Если многие школы республики готовы обучать особенных детей, то вот доступность городской среды пока оставляет желать лучшего. Нередко ребята просто физически не могут дойти до места учёбы, а иногда и просто выйти из дома. «В первую очередь, проблема, конечно, это создание условий. То есть доступность всей инфраструктуры, городской инфраструктуры. Сегодня немного об этом будет говорить мэр Сахтавкар. То есть это, конечно, те трудности, которые решаются, но не быстро. Если мы в системе образования за последние несколько лет стараемся и много сделали для адаптации наших зданий к особенным детям, к особенным ученикам, то, конечно, в целом городская инфраструктура требует развития. Вот это серьёзная проблема». В Коми сегодня около 8 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья получают образование. С 2022 года в республике реализуется программа по развитию инклюзивного обучения. В рамках неё готовят педагогов, создают условия для обучения детей и подростков с инвалидностью, улучшают материально-техническую базу коррекционных школ. На последнее республика потратила более 68 миллионов рублей. «Создание современных условий для обучения, новое оборудование, реабилитационные технологии направлены на важнейшую, ключевую задачу – восстановление здоровья детей, повышение эффективности реабилитационных мероприятий, получение качественного образования каждым ребёнком». По словам участников конференции, главная задача – сделать так, чтобы вне зависимости от состояния здоровья каждый мог получить качественное образование. Особенно актуально это становится сейчас, когда идёт спецоперация. Так в одной из секций поднимались вопросы дальнейшего обучения и трудоустройства демобилизованных бойцов.